Друзья, привет! Сегодня у меня в гостях Ольга Качанова. Оль, привет! Спасибо, что подключилась. Классный у тебя доминиканский загар. У Оли канал, собственно, одноименный, большой на YouTube. Один из самых известных или самых известных в этой нише, на которой Оля снимает. Расскажи, как у тебя сейчас вообще ощущения, как настроение, что вообще думаешь по YouTube? Какой-то апдейт? Спасибо, что позвал. Настроение у меня хочется добавить. Самый популярный канал в нише на YouTube был. Я понимаю, что это такие эмоциональные вещи, но в целом так получилось, что так как я в августе уехала, то я уже адаптировалась к тому, что работаю удаленной. Поэтому с какими-то проблемами я не столкнулась. Но, конечно, страшно, что все закроется. И я вот поняла внутри себя, что если такое произойдет, то я не чувствую в себе сил начать заново другой канал. Например, на английском или на что-то, скорее всего, я уйду из сферы. Ну, может быть, не совсем полностью из сферы. Может, там останусь на каком-то продюсировании или чем-то. То есть, скорее всего, ну, по крайней мере, авторский контент я больше делать не буду. Потому что это еще все сочетается с, ну, не то что выгоранием, а как бы с пониманием того, что канал все-таки привязан к личности. И, наверное, можно бы было от этого отойти, относясь к нему больше как к бизнесу. Если не закроется, ну, точнее, вот сейчас мы работаем, исходя из того, что канал не закроется. Я своей команде сказала о том, что я готова работать в ноль или там готова нести какие-то убытки, если будет в обозримом будущем понятно, что все вернется или хотя бы в какой-то форме вернется. Вот, поэтому мы, ну, где-то в процессе планирования на неделю вперед сейчас работаем. Хотя у меня очень много контента, снятого на месяц, и у меня все еще выходят видео, вот, начиная там 24 февраля. У меня выходят видео, где я очень позитивно общаюсь с хозяйками. Конечно, если бы сейчас я снимала, это бы так не выглядело, но я аудитории об этом в сообществе рассказала. И, ну, кто-то не понимает, но не буду же я перед каждым, да, человеком оправдываться. То есть контент выходит снятый и будет еще выходить, по-моему, там, пару недель. Дальше мы начали уже снимать, но вот все равно придется перепозиционироваться как-то там, для кого и что делать. Поэтому здесь вопрос открытый. Будем смотреть по обстоятельствам. То есть то, что ты сделала, ты выкладываешь контент, который у тебя есть, и ты написала пост в сообществе, во вкладке сообщества на самом ютубе, и как бы объяснила, да, что выкладывает старый контент. Но я вижу еще, что ты закрыла комменты. Я закрываю комменты, как только выходит видео. Сегодня вот я с утра открыла на всех видео. То есть, в принципе, просто самый пик негативных комментариев приходится на начало, и поэтому я потом их открываю, и я вижу, что их стало меньше. Видимо, может быть, потов стало меньше. Эклама, ну, то есть вот именно раздражающих факторов, таких, которые поведенческих. Но знаешь как, мне само очень тяжело читать и находиться вот в обстоятельствах, когда я выкладываю контент в такое тяжелое время. Я просто для себя приняла, что я буду делать то, что умею, потому что, ну, больше ничем я реальным помочь не могу. И там какие-то, ну, скажем так, эфемерные представления людей, которые не понимают, как это работает, меня не убеждают. Все-таки у меня есть бизнес, которым я занимаюсь 8 лет, в котором я прекрасно разбираюсь. И, ну, вот самый лучший вариант – это делать то, что я делала. Поэтому мы остановились на этом. Я еще сделала одну хорошую, мне кажется, речь. Это мы призываем всех, кто смотрит видео, присылать нам контакты российских производителей для того, чтобы собрать открытую базу российских производителей для тех людей, которые находятся в ремонте и которые будут его потом делать. Ну, и вообще как-то, короче, направить трафик на внутренний рынок. Мы сделаем это бесплатно просто для того, чтобы вот как-то справляться с текущей ситуацией. Это супер, это здорово. Что с интеграциями? Там есть какие-то новые запросы? Нет, ничего нового нет. Поэтому такие настроения не очень. Ну, не знаю, может быть, там что-то вернется. Все договоренности, которые были, я соблюдаю, естественно. А пока что по новым. Ты знаешь, мне и самой как-то немного было бы, наверное, странно что-то рекламировать. Вот, поэтому, если честно, я даже рада, что YouTube отключил монетизацию на те рекламные объявления, которые разжигали вражду между людьми, между обычными людьми, которые оказались в замесе. И так как я за мир, дружбу и жвачку, и за то, чтобы, как одна моя героиня сказала, принимать решения. Если не знаете, как поступить, поступайте из любви. Вот очень мудрые слова, и я вот стараюсь так сейчас и делать. У меня есть телеграм-канал Максим Чернов, в котором я делюсь своими мыслями про развитие социальных сетей, что работало раньше, что будет работать потом, зачем нужно следить, куда нужно переносить свою аудиторию, как сейчас нужно работать с аудиторией в плане коммуникации, в плане смыслов. Поэтому, чтобы не потеряться в большом информационном потоке на эти темы, подписывайтесь на телеграм-канал Максим Чернов, ссылка в описании. На чем вообще сейчас фокусируешься? Ну, если взять там твою работу и, в принципе, там, ну, вокруг, может быть, какие-то проекты присматриваешь или, там, думаешь, чем дальше будешь заниматься? Искать работу в Доминикане так себе идея, если честно. Вот поэтому я не знаю пока, что делать, потому что все-таки мы находимся в той ситуации, когда мы падаем на дно черной дыры, и падение еще пока не остановилось. Как в Алисе, знаешь, да, раньше меня драйвила фраза то, что нужно бежать, чтобы оставаться на месте, а чтобы попасть куда-то, нужно бежать два раза быстрее. Но вот сейчас я понимаю, что бежать некуда, и то, что будет происходить дальше, наверное, сильно зависит от какого-то краткосрочного нашего будущего. Поэтому мы просто смотрим, а дальше уже будем принимать уже изданности. А если про YouTube говорить, ты сказал, что там, допустим, на английском языке не рассматриваешь, хотя твой контент очень, мне кажется, ну, хорошо адаптируется просто под любой язык другой. Ну, переводы именно, вот именно создавать канал с переведенным контентом, это тоже дело такое довольно затратное, и, ну, я не уверена, что вот именно специфика наша, наших квартир, она будет интересна для мира, потому что все-таки, ну, там, западный мир, то, где основные зрители, они живут по-другому. Все-таки у нас есть наши хрущевки, которых нет в мире, ну, и мне не кажется, что это очень адаптивный контент. Я, знаешь, я не то чтобы не буду совсем этим заниматься, просто я имею в виду, что вот именно как авторский канал, скорее всего, нет. То есть, может быть, это, там, продюсирование какого-то контента, или я сейчас смотрю в сторону, может быть, каких-то онлайн-школ, которым нужен видеоконтент, но единственное, что я для себя поняла, это я готова вписываться только вот в то, что мне интересно. Может быть, я найду какую-нибудь школу серфинга на английском языке, которая хочет сделать уроки, потому что вот оно мне как бы совпадает и по интересам, и по возможностям, вот. Ну, то есть, какие-то такие смежные варианты. Ну, про адаптивный, я имею в виду, скорее, не перевод контента, потому что, наверное, там, американцу среднестатистическому не будет интересно, как сделать ремонт в однушке, там, где-нибудь в России. Я имею в виду, скорее, там, снимать какие-то прикольные квартиры, там, не знаю, в Японии, в Сингапуре, в Штатах. Ну, и делать это же можно обезличенно. Я не то что уговариваю, я просто рассуждаю. Это же можно делать обезличенно. То есть, ты знаешь, как технология работает, ты можешь там нанять людей, которые будут договариваться на такие съемки. Может быть, такой формат останется. Я думала об этом, да. То есть, я для себя именно, вот, у меня сейчас просто, как это называется, пик, короче, расстройства по поводу того, что я больше в кадр лично, как бы, мой авторский контент, я думаю, что здесь заканчивается. Мне это грустно очень. Но, скорее всего, так. Пока что у меня, знаешь, здесь фокус внимания, не могу переключиться, очень сильно расстраиваюсь. Хотя улыбаюсь, ну, как бы, а что делать? Уже остается улыбающий Маша. Да, я так же примерно. Замечаешь что-то по рынку, там, на русском языке, там, у ютуберов, ну, какие-то виш, изменения, там, то, что, ну, то, что сейчас происходит, изменение настроения, изменение в контенте? Не у зрителей, а у создателей контента, то есть у авторов каналов? Ну, я смотрю в нише, пока не увидела. Видимо, все ровно так же едут на том, что уже было снято, ну, потому что это бизнес-процессы, от них никуда не уйти. Снимать что-то сейчас истеричное, знаешь, если бы я умела, могла и хотела делать контент а-ля скандалы, интриги, расследования, наверное, сейчас бы была почта для того, чтобы разгуляться. Но я просто не люблю вот это транслировать другим людям, да, и мне нравится больше что-то позитивное снимать и сейчас перестроиться на что-то позитивное, но просто нет для этого инфоповодов для меня, поэтому пока что я не вижу, куда двигаться. Именно, ну, поэтому мы съемки остановили и делаем то, что уже вот было. Пока нового ничего не делаем. Будем как-то реагировать на то, что было. Есть какие-то там твои собственные способы, как совсем не уйти в уныние и как там продолжать работать и продолжать функционировать, там, что-то для себя используешь? Нет, вы детей, я из Челябинска, я как бы не такое видала. Не, ну, такого не видала, скажем прямо, но с 2008 года по 2013 я работала на фондовом рынке и всякие разные кризисы видела, и когда люди тебе ненавидят за то, что ты потерял деньги, хотя ты в этом не виноват. Тоже видела, ситуация, ну, как бы не совсем такая же, но знакомая, поэтому, как бы, что, если надо будет, пойду мыть полы, какашки убирать, что делать. Я, я как бы, ну, не тот человек, который ляжет и все. Просто я вот, мне ничего не надо дополнительно, для этого я просто про себя это знаю. Супер, Оль, спасибо большое. Позитивно. Не знаю, говорить ли нашим зрителям подписывайтесь на канал Ольга Качанова, но подпишитесь, пока еще YouTube работает, если вы смотрите это видео, как еще на работающем YouTube. Оль, спасибо тебе большое. Тебе тоже спасибо, я желаю всем нам удачи, на самом деле, чтобы YouTube продолжал работать, я думаю, что все-таки шанс у этого есть. Вот так, не все так грустно. Ну да, да, я тоже так думаю, но просто сейчас, мне кажется, невозможно вообще что-либо загадывать, просто нужно реально исходить, жить сегодняшним днем и исходить из того, что известно на сегодняшний момент. То есть там строить какие-то гипотезы очень сейчас сложно и неправильно, наверное. Будем надеяться, кто еще остается. Спасибо, Оль. Спасибо.